Ну, ткнулась бы вот она вот в это, уже композиция. Что-то могло бы получиться. Она еще добавила, уже... А здесь, не знаю. Сегодня в Сайногорской художественной школе «Колорит» с утра работает конкурсная комиссия. Отсматривают картины, выявляют победителей в конкурсе преподавателей. Идея устроить соревнование пришла директору Галине Окунь. Три года подряд оно проводилось между педагогами «Колорита». В этот раз к ним подключились учителя из других районов республики. Конкурс именно для преподавателей школ искусств. То есть это не те, которые встали там с утра и пошли в мастерскую и работают, а те, которые, отработав время в школе, заполнив всю документацию, отработав с учениками, и потом еще должны найти время для того, чтобы работать творчески. Всего в конкурсе 22 участника. У каждого по 2-3 работы. Обязательное требование – показать свое мастерство в разных жанрах. Так больше шансов на победу. Очень волнительно, тревожно все-таки. Столько времени готовились к этому конкурсу. Ну, я хочу, чтобы все победили все-таки. Талант педагогов принято оценивать через картины учеников. Личное творчество обычно остается в тени. И мало кто может оценить их художественный уровень. А ведь это один из показателей профессионализма. Сейчас педагоги, которые обычно сами принимают экзамены, хорошо понимают, что чувствуют их ученики. Сегодня оценивают их творчество. Правда, оценки здесь не ставят. Решается вопрос, кто лучший. В составе жюри – заслуженные художники Хакасии и искусствоведы. Председатель – Григорий Краснов, заслуженный художник России. Основной критерий оценки – соответствие жанру, в котором представлена работа. В конкурсе заявлены пейзаж, портрет, натюрморт и отдельная категория – композиция. Также учитывается новая авторская трактовка академического стиля. Столько художников и все со своим видением, все со своим лицом, как у нас выражается. Я не один выбираю этот коллектив, и поэтому, наверное, все-таки к общему знаменателю каким-то образом придет. Члены жюри единогласно отметили высокий уровень представленных работ. Первые места заняли преподаватели из Сеногорска и Абакана. По словам организаторов, это высшая степень признания. Анастасия Тарбаева, Виталий Ломаковский, Нота Бене.